В эфире Народное славянское радио Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских, праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве состоится выставка «Наша слава. Русская держава», где можно познакомиться с полотнами исторической живописи. Это третья по счету выставка в Манеже признанного мастера Василия Нестеренко. На двух этажах экспонируются сотни картин и графических листов художника. Название проекта точно отражает главную тему в творчестве мастера. В своих работах он рассказывает о славном прошлом страны. С интересом анализирует настоящее. Костяк экспозиции – полотное избавление от смуты, «Отстоим Севастополь», «Москва встречает героев Полтавы». На выставке можно увидеть изображения Ивана Сусанина, Дмитрия Пожарского и других деятелей. Пейзажи Нестеренко – это гимн многогранной природы страны. Еще одна сторона творчества мастера – монументальная духовная живопись. Он является автором множества фресок для российских и зарубежных храмов. Многие произведения демонстрируются впервые. Выставка открыта с 8 февраля по 3 марта. Со вторника по воскресенье с 12.00 до 22.00. Адрес Центрального выставочного зала «Манеж», площадь Манежная, дом 1. Ближайшее метро – библиотека имени Ленина. В Петергофе можно посетить интереснейший музей – музей старинных велосипедов. Музей расположился под крышей одного из самых старинных каменных домов Петергофа. Вниманию посетителей представлена уникальная коллекция велосипедов разных времен. На некоторых в свое время катались русские императоры. Помимо просмотра раритетной экспозиции музея, гости ненадолго переместятся в XIX век и покатаются на современных копиях «Паука» и «Костотряса». Экспозиция музея познакомит посетителей с богатой историей развития велокультуры. Здесь можно встретить разнообразные винтажные открытки велосипедной тематики, редчайшие марки, игральные карты, запонки, медали, чернильницу и даже подставку для ножа, которые так или иначе связаны с велоспортом. Особый интерес вызывают велосипедные номера, звонки, разнообразные фонари и множество подлинных аксессуаров велосипедиста того времени. Также при музее работает собственная библиотека, в которой хранятся тысячи книг, документов, фотоархивов, посвященных истории велосипедного дела. Адрес Петергов, улица Правленская, дом 1. Продолжим артефактами земель славянских. В Эрмитаже хотят изучить приемы мумифицирования, воссоздать внешний вид алтайских мумий и установить причины смерти. Как сообщили на сайте музея, двум алтайским мумиям из коллекции Эрмитажа провели компьютерную томографию. Объектом исследования стали две мумии 3 века до н.э. из 5-го Пазырыкского кургана. Мужчины-воина, которому по оценкам антропологов на момент смерти было 55-60 лет, и женщины, погребенной с вождем в одной могиле. Предполагают, что на момент смерти женщине было 45-50 лет. Специалисты попробуют установить болезни, которыми страдали древние алтайцы, причины смерти, воссоздать облик мужчины и женщины, а также более детально изучить приемы мумифицирования. Впервые более чем за четверть века масштабные плановые реставрационные работы начались в знаменитой Судакской крепости в Крыму. Об этом сообщила ученый-секретарь музея-заповедника Судакская крепость Мария Рогова. Установленные возле крепостных стен и башен леса обработаны огнезащитным составом, так как на некоторых объектах, например, на башне Джованни Мариони, есть деревянные средневековые перекрытия. Работы, как отмечает ученый-секретарь, можно назвать спасательными. В будущем реставрация коснется верхних оборонительных укреплений крепости, включая цитадель Консульский замок и Девичью башню. Первоочередные работы, необходимые для сохранения объектов, проводятся по программе, утвержденной Госкомитетом по охране культурного наследия Крыма. Первые упоминания о крепости Сугдея относятся к 212 году. После того, как Крым вошел в состав Изантийской империи, здесь появились первые укрепления, датируемые VI-VII веками. В X-XIII веках город пережил пик развития, став значительным торговым центром Таврики и всего Северного Причерноморья. В XIV веке генуэзцы вытеснили из солдайи, так они называли судак, золото ордынцев, управляющих крепостью. В 1475 году крепость была захвачена турецкими войсками. В 1771 году в город без боя вошел отряд российских войск. Сейчас территория крепости является музеем-заповедником, где расположены более 60 объектов культурного наследия. Башни, куртины, храмы, цистерны, оборонительные валы, казармы. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Челябинске 4 февраля приглашают на вечер русских этнических танцев. В программе вечера – молодецкие игры, традиционные хороводы, кадрили, круговые и линейные танцы. Вечер проводит клуб русского традиционного танца «Уральская вечерка». Прикоснитесь к миру русской традиционной культуры. На вечерке используется этнографический материал, собранный на Южном Урале. Вечер пройдет в клубе танго по адресу Свердловский проспект, дом 84-Б, начало 14.00. В Петербурге 5 февраля Александр Маточкин приглашает на свой первый творческий вечер, где подмерные звуки старорусской гармонии прозвучат обработки современных песен и казачьих романцев, а также напевов крестьянских песен, которые Александр услышал на красивой северной реке Мизень. Прозвучит целиком Печорская былина и многое другое. На протяжении двух десятилетий Александр Маточкин изучает и архивирует русский фольклор. Основные темы его изучения – это русский север и древность. Вечер состоится 5 февраля, начало в 19.00. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 31 января, вторник. Законы, по которым живет Вселенная. Автор соведущий – Александр Жарков. 1 февраля. Среда. Чистотел. Здоровье. Удел. Автор соведущий – Юрий Лодин. 2 февраля. Четверг. 180 лет без Пушкина. Автор соведущий – Валерий Михайлович Лобов. 4 февраля. Суббота. Прикладное пчеловодство. Часть вторая. Автор соведущий – Евгений Экофермер из Сибири. Начало эфиров в 20.00. Время – Московское. Программа «Стол заказов» выходит по пятницам в 3, в 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Желаем всем добра! Народное славянское радио. Все нужно, все важно. Субтитры создавал DimaTorzok